Когда у нас была физкультура, мои одноклассники все знают, что я занимаюсь лыжным спортом. И они ко мне все подходили, спрашивали, типа, может ты меня научи? Даша не пионер, но всем ребятам в своей школе пример. Юная, уже почти профессиональная спортсменка подтягивает за собой одноклассников. Есть мальчик один, Тихон Фулёв его зовут. Он раньше ходил в нашу лыжную школу, а потом ему перенравилось. И вот когда физкультура, я его учу. Задолго до появления на свет Даши и ее одноклассников в 1951 году началась история тогда всесоюзных, а теперь всероссийских детских соревнований на призы газеты «Пионерская правда». Соревнования, как вы знаете, традиционные, имеют славную, богатую историю. И буквально все наши прославленные лыжники, как карельские, так и российские, когда-то начинали свой путь именно на этих соревнованиях, выигрывая и боясь за высокие звания. Пионерка дала путевку в большой спорт многим известным советским и российским спортсменам, в их числе уроженка Кондопоги Евгения Медведева. В 80-х участие в соревнованиях «Пионерской правды», а в 2006 году золото и бронза 20-х Олимпийских игр в Турине. «Всем классом выступали в городе Кондопога, отбирались на эти соревнования, на призы газеты «Пионерская правда». И потом дальше, если класс проходил, отбирался, то выходили уже на республиканские соревнования. И составлялась команда, и представляли уже Карелию». Тогда это были самые массовые соревнования среди школьников. Побеждал в соревнованиях только тот класс, который выходил на старт в полном составе. И только после этого учитывалось время, показанное на дистанциях. «Региональный этап является отборочным, на всероссийский этап. С него отбирается по одной команде и по три личника в каждой возрастной группе». И в эти дни карельские школьники пробежали программу, которую также предстоит бежать на всероссийском этапе. Самыми дружными и быстрыми оказались команда мальчиков и команда девочек из лицея номер один, команда юношей из Лахденпохи и команда девушек из академического лицея. Всероссийский этап соревнований пройдет в столице Удмуртии, городе Ижевск, с 9 по 14 марта. Юлия Степанова, Сергей Беляев, Служба новостей.